МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. Господдержка фермеров, улучшение пастбищных угодий, экспорт продукции. Михаил Мишустин встретился с предпринимателями Калмыкии. В республике ожидают новую поставку вакцины от COVID-19. Сейчас идет запись желающих привиться. Три золотых, три серебряных и две бронзовые медали. Калмыцкие грэпплеры успешно выступили на турнире по спортивной борьбе. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе визита в Калмыкию осмотрел домен номер 15 во 2-м микрорайоне Листы. Напомню, в феврале прошлого года там произошел взрыв газовоздушной смеси. По результатам экспертизы вынесено заключение об аварийном состоянии строительных конструкций двух подъездов дома. Непригодными для жилья признаны 54 квартиры. Чтобы решить проблему оставшихся без крови листинцев, руководство республики запланировало строительство нового дома. Сейчас жильцы живут на съемных квартирах. Оригинальные власти компенсируют средства за аренду жилья. После осмотра места происшествия и встречи с владельцами квартир Михаил Мишустин заключил дому быть. Также будет рассмотрена альтернатива в виде жилищных сертификатов. Первое решение, которое мы совместно приняли, это домом быть. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства России. Поскольку очень часто бывает так, что средства выделят, а потом не найдут чего-нибудь, мы ставим задачу, Батюш Сергеевич, и я очень вас прошу за этим смотреть внимательно, чтобы в следующем году дом был. А с точки зрения тех людей, которые хотели бы получить жилищный сертификат, и может быть есть варианты, которые есть, я думаю, это мы тоже сможем решить и выделить. В рамках рабочей поездки в Калмыкию председатель правительства Михаил Мишустин посетил выставку продукции сельхозтоваропроизводителей, а также встретился за круглым столом с предпринимателями. Обсудили вопросы, касающиеся господдержки фермеров, улучшения пастбищных угодий, борьбу с ранчевыми вредителями. Также речь шла о реализации мер поддержки разведения племенного скотоводства. Все подробности в материале Светланы Джиевой. 11 стендов с артезианской водой, а также товарами мясной, рыбной и хлебобулочной продукции исключительно местного производства порадовали председателя правительства Михаила Мишустина. Калмыки такие хлебобулочные изделия, сладкие, красивые. А сами калмыки очень все потянуты и спортивны, как ваш губернатор Батюш Сергеевич. Ели вы в детстве такой хлеб Батюш Сергеевич? Конечно. Сельхозтоваропроизводители представили несколько видов полуфабрикатов из экологически чистого мяса, в том числе калмыцкие пельмени, которые входят в число популярных блюд национальной кухни. Предприниматель Бальзира Доржиева занимается производством пельменей не так давно, но за столь короткий срок успела поучаствовать в различных грантах поддержки начинающих предпринимателей. Продукцию пока реализует в местных магазинах, в дальнейшем планирует расширить производство. Не так часто нас посещают первые лица страны, поэтому я думаю, что работа, проведенная сегодня, даст свои плоды, будем надеяться. Какая-то поддержка правительства все-таки ощущается? Конечно, мы очень, в данный момент уже три по трем разным постановлениям были субсидии, которые мы уже получили. Нас, во-первых, информирует в первую очередь Министерство экономики. Естественно, с их помощью мы узнаем об этом всем, о всех программах, которые работают. Поэтому, конечно, мы всегда в курсе практически всех событий. О том, что есть трудности, предприниматели не скрывают. Работать в условиях пандемии трудно. Высокие тарифы на электроэнергию, сложности с реализацией продукции. Для изготовления хлебобулочных изделий приходится покупать муку и сахар по завышенным ценам, говорят пекари. И только благодаря существенной поддержке региональной власти предприятие продолжает функционировать. Предприниматель Бимби Максимов продемонстрировал в голове Кабмина несколько сортов хлеба. Я считаю, что во время пандемии, наверное, у всех дела обстоят не очень хорошо. Но, тем не менее, мы, как организация, сохранили рабочие места и продолжаем работать. Мы через Центр поддержки предпринимательства в течение года получали, значит, что мы получали? Мы, значит, сделали с их помощью проект по рекламе. Потом, значит, занимались, но не успели, не закончили еще один проект по разработке малой упаковки для печенья полукилограммовый. Поэтому мы получили помощь в осуществлении проекта по сертификации продукции. В ходе выставки глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал о единой системе, на которой расположены крупнейшие объекты. Бату Сергеевич наглядно показал, как работает эта система. Затем уже на встрече за круглым столом премьер страны Михаил Мишустин говорил о возможности поддержки представителей малого и среднего бизнеса, о выходе на рынок в крупные сетевые магазины, чтобы у жителей была возможность выбора покупать продукцию, не только привезенную из других регионов, но и свою собственную. Предприниматель Батер Мальшаев один из тех, кто поставляет товары в крупнейшую торговую сеть продуктов здорового питания города Москвы. Свою деятельность он начал в 2018 году. Долгое время работал за границей. Грамотный подход позволил все-таки выйти на федеральный уровень. Для изготовления пельменей используют мясо только местного производства. На этот рынок мы зашли уже подготовленными, со знаниями, со знаниями использования программ федеральных и региональных, которые мы очень хорошо используем, пытаемся участвовать во всех программах. Так что это нам дает возможность идти к таким вот темпам, которые сейчас назначились. По словам фермеров, для улучшения кормовой базы необходимо увеличить количество орошаемых земель и посевную площадь. Как пояснил Мишусин, предполагается рассмотреть вопрос субсидирования на ввод в оборот неиспользуемых земель. Премьер поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву проработать этот вопрос. Да, такая программа есть. Более того, Минсельхоз, мы с Минсельхозом недавно по этому поводу общались активно, думают о всех мерах, которые могли бы служить для вовлечения земель в сельхозоборот брошенных земель. Я сказал о том, что более 300 тысяч было соответствующих гектар во время Советского Союза. На сегодня, для расширения этого, я думаю, нужно без сомнения предусмотреть эти субсидии. Думаю, что хорошо очень средства, которые выделяются для развития индивидуальных программ, а в частности Калмыкии, миллиард в год, до 2024 года 5 миллиардов было выделено. Для этого они были бы, мне кажется, достаточно эффективны. Это быстрая возможность. Нам просил Бадмитрия Николаевича Патрушева проработать вместе с Бату Сергеевичем эти вопросы. Николаевич, действительно, эта программа нами разработана. Она на сегодняшний день находится в стадии обсуждения в правительстве. Мы сейчас обсуждаем уже конечные объемы финансирования этой программы. В рамках этой программы предполагается ввести порядка 10 миллионов гектар земли в сельхозоборот. Ну и, конечно, мы не оставим без внимания Республику Калмыкия. Что касается коренного и поверхностного улучшения пастбищ, что в рамках нашей госпрограммы запланированы средства. Мы планируем, по крайней мере, что так будет на проведение фитомиллиардивных мероприятий на площади 100 тысяч гектар. Тоже надеюсь, что Республика попадет и в этой части, в нашу государственную программу. Ну, соответственно, Михаил Владимирович, приняли к исполнению. Будем тогда прорабатывать еще и плюсы в рамках социально-экономического развития Калмыкии. С Бату Сергеевичем отработаем, какие средства можно было бы направить. Но это и с Минэком еще тогда совместно. На сегодняшний день Калмыкия занимает лидирующие позиции в стране по производству мяса. Высоко оцениваются его вкусовые качества. Правительством региона ведется большая работа по организации экспорта продукции не только в другие регионы, но и за границу. Как отметил Михаил Мишусин, Республика имеет все шансы стать крупнейшим экспортером сельхозпродукции. По итогам рабочей поездки премьер дал поручение проработать все механизмы господдержки с федерального центра. Светлана Аджиева, Владимир Суглинов, информационная программа «День Республики». В Калмыкии ожидают новую поставку вакцины от COVID-19. Объемы, которые регион получил ранее, были полностью освоены. Сейчас провакцинированные первым компонентом ГАМ-COVID-VAC получают повторную прививку. У меня абсолютно безболезненно, все хорошо. Как перенесли первую? Отлично, без побочных. Какое самочувствие и какие-то ограничения в это время были? Может быть, меньше общались? Нет, я ни в чем себя не ограничивала, абсолютно. Я 21 день назад получила прививку первую. Перенесла ее прекрасно, замечательно. Никакой температуры не было, озноба. Сам укол был безболезненный, последствий не было никаких. И я хочу посоветовать всем жителям, чтобы вы не боялись, а приходили и прививались. В поликлиниках региона идет запись на вакцинацию всех желающих по номеру 8 961 395 31 50 и через портал Госуслуг. По мере поступления вакцины жители республики будут приглашены в поликлиники для прохождения процедуры. Пока всех желающих привиться, записывают в лист ожидания. Как только вакцина поступит в медицинские учреждения республики, откроются дополнительные прививочные кабинеты. И очередь на процедуру будет снята. Запись, которая осуществляется через телефон, записываем мы пациентов с целью организации процесса рабочего. Будут у нас дополнительно открыты прививочные кабинеты, усиленные бригады. Так что вакцинация у нас пройдет в ближайшие короткие сроки. Хотела попросить граждан листы и целинного района не дублировать записи. То есть люди, которые записались по телефону, они дублируют записи в госуслугах. То есть те пациенты, которые хотят записаться, они не могут. Получается и так, что идет дубляж. Поэтому, пожалуйста, записывайтесь только через какой-то вариант записи. То есть либо через телефон, либо через госуслуги. Как сообщила Ольга Китаева, для прохождения второго этапа вакцинации гамалеевским спутник ВИ населению необходимо пройти повторную запись на прививку. Второй компонент тоже нужно записываться, конечно. Потому что обязательно нужен перед получением второго компонента осмотр врача. А уже после, если врач, допустим, разрешит и допуск к вакцинации будет разрешен, он идет на вакцинацию в кабинет приювочный. Можно также по телефону, можно также через портал госуслуг. Им приходит СМС-оповещение, напоминание о том, что им необходимо получить вторую вакцинацию. Региональный Минздрав сообщает о выздоровлении 246 пациентов, переболевавших коронавирусной инфекцией. За все время пандемии выздоровели 15 954 человека. За минувшие сутки зарегистрировано 75 новых случаев инфицирования. В тяжелом состоянии находится 28 человек, из них 17 на ИВЛ. Двое скончались. В инфекционной больнице Калмыкии госпитализировано 744 человека. 4 190 находится в режиме домашней изоляции. К другим темам. Кассовый чек теперь в другом формате. С 1 февраля текущего года все индивидуальные предприниматели обязаны указывать на именование товара в чеке. За несоблюдение этого требования грозит штраф. Соответствующее требование закреплено в законе еще с 2016 года. Однако сейчас номенклатуры используют только налогоплательщики на общей системе налогообложения и те, кто продают подакцизные товары. Для остальных же была установлена отсрочка, которая закончилась 1 февраля 2021 года. Теперь предпринимателям на спецрежимах запрещено выдавать чеки, в которых указана только стоимость товара или итоговая сумма расчета. Название товара и услуги должно быть четким, конкретным и понятным для покупателя. Длина символов, отведенных в контрольно-кассовой чеке для данного наименования, равна 128 символам. Еще хочется отметить, что моратория, ранее введенная на проверку контрольно-кассовой техники, отменена. За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен, согласно части 4 ст. 14.5 КОАП РФ, штраф на должностных лиц в размере 3 тысячи рублей, на ИП или организацию до 10 тысяч рублей. Романтичные песни о любви в преддверии праздника. Святого Валентина 12 и 13 февраля в Национальном драмтеатре будет презентован творческий проект «Гимн любви». Специально для жителей и гостей столицы артисты подготовили праздничную постановку. Прозвучат самые волшебные композиции о великом чувстве. По традиции мы готовим новую концертную программу «Гимн любви». Это будет совершенно новая программа, в которой задействованы молодые, всем известные артисты нашего театра. В этой программе будет много шуток, юмора и, конечно же, песен. Потому что эта программа проходит под проектом «Поют драматические артисты». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома, на сайте «Реакалмыка» и в специальной вкладке, на официальном аккаунте в инстаграм «реакалм.ру». На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова